Итак, привет всем, дорогие друзья, с вами я Вован, я снова вернулся, ребята, и этот видеоролик касается мифам GTA Vice City. Я нашел одну статью пикабу насчет одного из мифов GTA Vice City, и знаете, это впервые вижу в своей жизни. Вот такой вот, просто, я вижу впервые этот миф, и знаете, я хотел бы его перед вами проверить. Я не знаю, слышали ли вы такое, если слышали, то ставьте лайк, если же не слышали, отпишите комментарий, типа, что нет, я не слышал о таком, впервые такое вижу. В общем, давайте начнем читать, понимаем, что же это за миф. Касается он, кстати, секретной лаборатории. Итак, данный миф я узнал о рысках по разным сайтам, он пугает и одновременно захватывает. Я расскажу вам о нем. История. В 2010 году на американском сайте GTA Vice City.com пользователь с ником ShidenAdvarrede выложил некую картинку, где была показана стандартная карта Vice City, на ней было написано красным WAIT, стой. Был рисунок атомного взрыва, а также в кружок было введено место рядом со стриптиз-баром. Слева стриптиз-бар был зачеркнут. Под картинкой автор написал текст на датском языке. Вот перевод. Я боялся этой точки на карте. Она вызывает ужас для меня всегда. Когда я прихожу в это место, я не чувствую себя в безопасности. Не идите сюда. Никогда не стойте на этой точке много времени. Блин, где-то здесь тема. Так, я хочу предупредить здесь. Есть. О, текст прерывается. И сюда никогда не стойте на этой точке много времени. Я могу предупредить. Здесь есть. О, текст прерывается. Вы видите. Странно. Но после того, как эту картинку выложили, сайт закрылся. Еще напрягает факт, что сам ник пользователя имеет значение. Шайдан в переводе с хаоса означает дьявол. А двореда в переводе с датского означает предупрежденный. Дьявол предупрежденный. Вот так переводится его ник. А теперь продолжим дальше. Как оказалось, если стоять на той самой точке с утра до ночи, то есть целый день в годовой сети, 24 минуты, вы провалитесь вниз. Появится надпись. Вы нашли то, чего не нужно искать. На английском. Точнее, как... Примерно так. Примерно так. На английском не очень все. Так. После этого заиграет музыка. Игра вырубится. Если вы перезапустите игру, появится надпись. Удали игру или продолжи играть. Нажимаем продолжить. И перед нами появляется главное меню. Да блин, вы задолбали. Так. Главное меню. Но оно другое. Играет какая-то непонятная музыка. Но если прислушаться, можно услышать следующие слова. Зачем ты играешь? Зачем ты играешь? Уходи. Не надо играть. Не надо. Слова постоянно повторяются. Присутствует лишь три кнопки. Играть. Выход. И удалить игру. Нажимаем играть. Обычная загрузка. Вдруг мы оказываемся на первой миссии игры, где Томми должен приехать в отель. И посмотреть на свою квартирку. Едем туда. Хочу заметить, что в игре будет только ночь. Когда мы приезжаем в отель, нас выкидывают в главное меню. В нем теперь есть только две кнопки. Играть и удалить игру. Нажимаем играть. Так. То есть, когда мы приезжаем в отель, нас выкидывают в главное меню. Ладно. Нажимаем играть. Вдруг оказываемся на миссии, где нужно убить парня, играющего в гольф. Едем на миссию. Опять же, вечная ночь. Когда мы... Фак. Задолбали уже. Да не надо мне всего этого. Не выводи. Не выводи. Не надо. Так. Играть и гольф. Едем на миссию. Опять же, вечная ночь. Когда мы отдадим все оружие охраннику, он вдруг скажет. Хватит. Ты уже заигрался. Нас снова выкидывают в главное меню. Есть лишь одна кнопка. Выход. Жаль. Жмем эту кнопку. Но игра не выключалась. А наоборот запустилась. Мы оказываемся на миссии, где нуд... Нудно. Пишет нудно. Где нужно устроить бунт среди строителей. Опять ночь бесконечная. Едем туда. Когда мы доезжаем, то игра выключается. После запуска игры все встает нормально. Вы начнете с того места, где были до всего этого. Но не думайте, что это конец. Едем снова на ту же точку рядом со стриптиз-баром. И вдруг мы опять падаем. Но игра не выключается. А появляется загрузочное меню. Так. Загрузочное меню. После этого мы оказываемся в странной лаборатории. Путь лишь один. Вниз по лестнице. Кстати. Всего в этой лаборатории четыре лестницы. На каждой из них имеется... Меняются звуки и музыка. Вы знаете... Не знаю почему, но я во все это верю. Я правда надеюсь, что это все правда. Я специально для вас это проверю. Я буду снимать специально все для вас. Выложу ролик на YouTube. Если вы этого так сильно хотите, отпишитесь в комментариях, ребята. Правда, просто отпишитесь. Первый этаж. Ничего. Тихо. Второй этаж. Слышим музыку спокойно. Третий этаж. Слышим все звуки из игры. Четвертый этаж. Тихо. Но когда вы дойдете до конца этого этажа, вы слышите звук взрыва машины. И вот. Пятый этаж. Финальный. В нем мы видим центр исследований, а посередине комнаты мы видим главного героя. Томми. Он в капсуле, его кожа наполовину слезла. Жуть. Потом появляется табличка. Теперь все будет как раньше. Игры выключаются. При запуске все будет нормально. И вы продолжите нормально играть. Только откроется новый чит. Ног... Хон... Ногхонут. Примерно так. Ведь а его, ваш скин поменяется на скин Томми с облезлой кожей. А также, если вы захотите снова побегать по лаборатории, введите I love secrets. Да, вот такой вот чит-кодик вам придется ввести. Кстати, чтобы все вышеописанное сработало, вы должны выполнить некоторые требования. Первое. Вы должны пройти игру полностью все миссии. Второе. Вы должны купить стриптиз-бар и зайти в него на 10 или 15 минут. Третье. Вы не должны никого убивать стриптиз-бар иначе ничего не получится. Удачи! Желаю вам найти больше мистики в неочевидном. С вами был Нефритил. Ждите новых секретов. Да, знаете, мне очень, кстати, нравится этот пост. И, вправду, я все это специально для вас проверю. Специально. Вот все это вышеописанное я проверю для вас. Буду все это снимать. Буду снимать как на Бандика, так и на телефон, чтобы, знаете, вдруг на Бандика мне запишется. Ну, всем пока!